В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Во взрослую жизнь в дворце спорта Видное прошел выпускной бал для 11-ти классников округа. Не бойтесь делать выбор в своей жизни. Пусть всегда ваш выбор будет успешен и удачен. 27-я ежегодная областная выставка племенных животных «Звезды» в Подмосковье состоялась на территории муниципалитета. Самое главное, чтобы делая бизнес и развиваясь, вы приносили пользу нашим жителям. 6-2 в нашу пользу итог встречи винновских моторболистов со спортсменами из города Ковров Владиверской области. Команда готова и, я думаю, будем бороться все за первое место, как очень-то и всегда. Улыбки и слезы, теплые объятия, фотографии на память и зажигательные танцы. Во дворце спорта Видное прошел выпускной бал для 11-ти классников из всех образовательных учреждений округа. Побывала на самом долгожданном празднике школьников и наша съемочная группа. Бесконечные уроки и шумные перемены позади и выпускной бал для школьников – это шаг в новую жизнь и начало большого пути. В этом году аттестаты о среднем образовании получили более тысячи выпускников. Во дворец спорта Видное, где проходил общий выпускной, приехали ребята из 17 учебных заведений Ленинского городского округа. В этом году гордость муниципалитета – 82 медалиста и 11 выпускников, получивших стобальные результаты на единых государственных экзаменах. Поздравил виновников торжества председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Не бойтесь делать выбор в своей жизни. Пусть всегда ваш выбор будет успешен и удачен. Помните о своих наставниках, учителях. Любите свою семью, свою малую родину. Стремитесь, старайтесь и жизнь всегда вам ответит тем же. Выпускной бал – большое событие не только для учащихся, но также для их педагогов и родителей. Двойной праздник отметила Мария Реукова, учитель биологии Витновской гимназии. В этом году у нее выпускной класс и сын – выпускник. Я считаю, что вот это мероприятие, которое организовала администрация Ленинского городского округа, оно вообще потрясающее. Потому что ребята, у них есть преемственность между школами, и они очень хорошо между собой все общаются. Поэтому они с удовольствием пошли на это мероприятие, они все готовились. Многие одиннадцатиклассники оценили формат мероприятия, ведь на празднике можно было встретить друзей из других школ. Много друзей, много, не знаю, возможностей, что ли, много общения очень. Это круто быть в кругу своих сверстников всегда. Для выпускниц определиться снарядом для торжественного вечера стало самой ответственной задачей. Уже бывшие ученицы Лопатинской школы Виктория Смирнова и Валерия Терещук признались, что выбор платья, макияжа и прически заняли много времени и сил. После официальной части выпускники были приглашены на праздничный фейерверк. Мероприятие продолжилось с зажигательными танцами и выступлением кавер-групп. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы нарядной и переполненной эмоциями тысячи российских школьников получили долгожданные аттестаты. Теперь их ждет взрослая жизнь и поступление в лучшие вузы страны. Как во Дворце культуры Видное прошел выпускной учеников колледжа Московия, узнала Инга Инчук. Профессиональное образование, которое сейчас у вас уже есть, это фундамент для ваших новых успехов и достижений. Для каждого выпускной стал отправной точкой к делу своей жизни и работе мечты. Более 30 учеников стали обладателями красных дипломов. Я очень счастлива, я благодарна каждому преподавателю, я очень благодарна Ольге Сергеевне Аносовой за такой труд, за вложение в каждого из нас. Анастасия Рыбакова выбрала специальность организации пассажирских перевозок. Девушка признается, изучать востребованность разных видов транспорта и планировать работы транспортных комплексов стало любимым занятием за время обучения. Логистика в данный момент сейчас прогрессирует очень хорошо. Колледж мне очень нравится. Во-первых, я поступала, потому что это было очень близко к дому, и я поступила на бюджет. И еще у меня есть знакомые, им тоже нравился этот колледж, они уже выпустились. Выпускники колледжа Московия обучались по направлению логистика. Одна из ведущих специальностей – организация перевозок и управления на транспорте. Казалось бы, в такую профессию без опыта попасть нельзя. Однако компания «Все инструменты.ру» дает каждому выпускнику такую возможность. Достаточно тесно сотрудничаем с компанией «Все инструменты». По договору о сетевом обучении наши ребята проходят там практику. Ну и, конечно же, в дальнейшем мы очень надеемся на трудоустройство в данной компании наших обучающихся. Компания «Все инструменты.ру» вручила выпускникам памятные подарки, в каждой из которых было вложено приглашение на работу. Теперь будущие специалисты могут без опыта начать познавать профессию. Это специалисты склада, кладовщики, логисты, ну и все позиции, которые у нас есть на складе. Мы рассматриваем ребята без опыта работы, поэтому готовы их обучать. У нас есть бесплатные кооперативные трансферы, поэтому мы приглашаем ребят с разных точек и городов ближайших. У каждого студента профессионального колледжа Московия было представление о выбранной специальности. Ведь со дня поступления учащихся начали знакомить с направлениями, а также приглашать на экскурсии по предприятиям. Около 30 студентов трудоустроены во все инструменты «Все инструменты.ру». Также совместно с предприятием мы проводим для первых курсов экскурсии на предприятие, где они могут уже на первом курсе понять, чем они будут заниматься в дальнейшем, где они смогут пройти практику и трудоустроиться. Сергей Штыков окончил колледж Московия по специальности «Автомеханик». Уже год он работает и познает профессию в компании «Все инструменты.ру». К компании отношусь положительно. Всем советую. У них большие филиалы по всей России, если я не ошибаюсь. Приемлемые цены. Все инструменты, материалы, что надо для дома, для строительства. Все, что хотите. Все есть. Выпускники профессионального колледжа Московия теперь идут в завтрашний день с осознанием, что у них уже есть дело своей жизни. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» в этом году прошла в 27-й раз. И вновь это мероприятие было организовано на одной из площадок Ленинского округа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Раз в год каждая корова из сельхозпредприятий Московской области имеет возможность стать звездой. Для определения лучших из лучших ежегодно организуется выставка «Звезды Подмосковья». На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем говорить о том, что та наша селекция по многим молочным породам уже достойна мирового уровня. И большинство наших подмосковных хозяев и хозяев других регионов приобретают наш племенной молочный скот именно в Подмосковье. Поэтому очень важно, чтобы мы развивались именно в научном, в селекционном плане. Это касается не только животных, но и семян и генетики растений. И безусловно, здесь наше хозяйство показывает очень достойные результаты. Открыл мероприятие глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Здесь на Ленинской земле выставка проходит в восьмой раз. Я надеюсь, что вы хорошо добрались, хорошо проведете сегодня время, найдете новые контакты, новые знакомства, новые возможности по развитию бизнеса. Но самое главное, чтобы делая бизнес и развиваясь, вы приносили пользу нашим жителям успеху. Главным гостем выставки стал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Вместе со Станиславом Катаровым они прошли по выставочным стендам, где представлены и другие отрасли сельского хозяйства. Например, уникальная перепелиная фабрика. Перепелка была изначально, и собственно говоря, с маленького хозяйства, из трех с половиной тысяч голов, мы сейчас превросли в большой племорепродуктор, единственный в стране получается по японским перепелам. Мы готовы помогать, и сейчас это делаем молодым фермерам, предоставляем услугу комплексную по реализации таких программ. Выставка «Звезды Подмосковья» сегодня – это профессиональный форум, где также представлены производители кормовых добавок, ветеринарных препаратов и самого современного оборудования. Мы производим весь спектр оборудования для молочного животноводства от доильного ведра до роботизированной карусели и доильных роботов. Мы с большим отрывом лидируем в этой отрасли. Спрос огромный. Но, естественно, главная часть программы – смотр представительниц различных животноводческих хозяйств Московской области. Некоторые участницы заметно волнуются. И тут не обойтись. Без ласки и доброго слова. Все хорошо. Никто не тронет. Никто не тронет. Никто. На суд жюри представили крупный рогатый скот молочных и мясных пород более 30 региональных сельскохозяйственных организаций. Хозяйство у нас уже 60 лет. Достаточно серьезный возраст. Поголовье фуражных коров у нас 605. Ну, вместе со шлейфом, с холодником. Заготавливаем собственные корма. Сейчас уже на сегодняшний день идет заготовка сенажа. Развиваемся, растем. Конечно, сложно, но благодаря поддержке нашего правительства это все-таки терпимо. Что это терпимо. Вытягиваем. Сами бы, конечно, с большой долей вероятности выходили бы по рентабельности, наверное, небольшой. Звезды Подмосковья, естественно, не просто конкурс коровьей красоты. Участниц, а их в этом году 67, строгие судьи оценивают по большому количеству параметров. И выбрать победительницу задача нелегкая. Главной звездой Подмосковья стала корова по кличке Давность из Пушкинского городского округа. Второе место заняла корова Марава, представляющая Раменский городской округ. Третье место досталось корове Рузе, также из Пушкинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Представители отделения боевого братства по Ленинскому округу поздравили выпускников Месайловской школы номер один с окончанием учебы, а также вручили подарки тем ребятам, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. Побывала на торжественном вручении аттестатов наш корреспондент Юлия Стаферова. Завершен важный этап. Позади остались сочинения и контрольные, уроки и домашние задания, тревоги и волнения на экзаменах. Впереди яркие студенческие годы, начало самостоятельной и взрослой жизни. По традиции вручение аттестатов о среднем образовании прошло в торжественной обстановке. И, конечно, прозвучали поздравления с началом нового жизненного пути. Выбрать профессию и выбрать дальнейший шаг от учения вашего так, чтобы это вам приносило удовольствие. Начальник отдела экономического развития, экономического управления администрации Ленинского округа Надежда Татаринцева поздравила выпускников от лица главы округа Станислава Катарова. Идите вперед, и ничего вас не остановит. Желаю вам найти себя, реализовать свои таланты. Вы живете в век перемен, и впереди перед вами открываются большие возможности. Не упустите их. Помните, вы и наше будущее, и надежда нашей страны. Родители не всех выпускников смогли присутствовать на празднике. В настоящее время отцы Артема Скопина и Даниила Просолова находятся в зоне специальной военной операции. Представители местного отделения боевого братства Владимир Песоченко и Дмитрий Банченко приехали, чтобы лично поздравить выпускников и вручить им подарки. Я хочу пожелать, чтобы та дружба, которая у вас тут образовалась, те товарищи, которые будут встречаться в будущем на вашем пути, они только копились, никогда не отваливались. И мы их пришли поддержать, пожелать им всего самого хорошего, успеха, сопутствующей звезды. Это наше будущее, это наше поколение, это наши будущие герои. Потому что в каждом направлении есть люди, которые достигают больших высот. И вот хотелось бы всем пожелать самое главное – мира, успехов, ну и удачи. Отец Даниила Просолова записал видео поздравления с передовой. Для его сына это стало приятной неожиданностью. Честно говоря, я даже пустил слезу мужскую, скупую, и очень сильно расстроился. Мне очень было приятно, так что огромный привет, если он это когда-нибудь, наверное, увидит. У Артема Скопина отец также находится в зоне СВО. Сын очень волнуется за него и ждет с нетерпением, когда отец вернется домой. Артему было очень приятно получить такое внимание от представителей боевого братства. Очень приятно, на самом деле, осознавать, что родители не гордятся, вот именно которые на фронте. Окончание школы – это значимое событие для каждого ученика. Аттестат – это не только общая оценка школьных успехов, но и путевка во взрослую жизнь. Главной опорой в которой является семья. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Лето в Подмосковье в самом разгаре. И чтобы не встречать 30-градусную жару дома, многие отправились в долгожданные отпуска. Перед отъездом важно знать несколько правил, как сохранить квартиру в безопасности. Перед поездкой перекройте воду и газовое оборудование, чтобы избежать аварийных ситуаций. Убедитесь, что все электроприборы отключены от розеток. Это позволит сэкономить расход энергии и избежать коротких замыканий. Не забывайте вынести мусор перед поездкой, чтобы не привлекать насекомых и грузунов. Перед уходом убедитесь, что вы плотно закрыли окна и балкон, а также заперли дверь. Даже отправляясь на отдых, сохраняйте бдительность и берегите свой дом. В преддверии Международного дня спортивного журналиста хотим поздравить наших коллег с профессиональным праздником. Без них не может обойтись ни одно значимое соревнование, ни одна игра, ни один бой. Именно их глазами мы смотрим на все спортивные события. Вера Жаворонкова пришла в профессию спортивного журналиста почти 10 лет назад. Это было случайное стечение обстоятельств, но она влюбилась в профессию с первых кадров. Сейчас Вера освещает практически все спортивные мероприятия на территории Ленинского городского округа. Футбол, мотобол, хоккей, баскетбол, большой теннис, маленький теннис, пинтбол. Вот все, что связано с этим, все я освещаю. Самое-самое, конечно, любимое – это мотобол. Загруженность зависит от времени года. Если зимой – это более спокойный график, обычный тренировочный процесс у спортсменов, то летом – это постоянные матчи, соревнования, гонки. Сначала работа на поле с фотоаппаратом, потом в кабинете за компьютером. Это идет и обработка фотографий, и отбор фотографий. Это, понятно, что бывают и неудачные кадры, где-то рука дрогнула, где-то не успела кнопочку нажать. А, конечно, потом идет отбор и обработка. Чтобы сделать хорошие фотографии, недостаточно умелое обращение с техникой. Нужно еще любить профессию и спорт. А Вера любит спорт, потому что это движение, это энергия, это жизнь. Это всегда что-то интересное. Даже если ты знаешь, что вот это такая команда, это такая, для тебя все равно итог будет непредсказуемой игры. Это какой-то своего рода даже адреналин. Ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь за какую-то команду прям болеть, родеть. Готовому фоторепортажу она пишет текст для социальных сетей. Со всеми подробностями от забитого гола до весовой категории в карате. Вера Жаворонкова останавливаться не планирует. Ее самая большая мечта – побывать в качестве журналиста на большом международном спортивном событии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 6-2 в нашу пользу. С таким счетом закончилась встреча мотобольных команд «Металлург» и «Ковровец». Матч состоялся в рамках чемпионата России по мотоболу. Легко ли для наших спортсменов сложилась игра? Узнал Максим Козлов. Чемпионат России по мотоболу – мероприятие довольно продолжительное. Серия игр продолжается с апреля по сентябрь. Сейчас, по сути, своеобразный экватор, а потому борьба за заветные очки становится все более напряженной, а значит и зрелищной, что и привлекает на стадион преданных болельщиков. Очень отрадно, что сегодня здесь все собрались в этот праздничный день, в День молодежи. Хочу всех поздравить, пожелать вечной молодости в душе нашим спортсменам, настоящего такого здорового спортивного азарта и, конечно, победы. В турнирной таблице в настоящий момент команда «Металлург» находится на второй строчке, «Ковровец» на пятой. При этом обе команды сыграли по шесть игр, из которых «Ковровцы» выиграли только две. Видновчане оказались более результативными. За все игры, а тут только ничью сыграли, все остальные все выиграли. Так что, в принципе, команда готова, и, я думаю, будем бороться все за первое место, как очень-то и всегда. Свои намерения на исход игры спортсмены «Металлурга» обозначили с начала поединка. Первый мяч в ворота «Ковровца» влетел уже на первых минутах. «Металлург! Металлург!» В течение первой половины игры видновчане укрепляли свой успех. Стоит отметить, что за поединком следили не только болельщики на трибунах, среди которых были члены общественной организации «Боевое братство», но и поклонники мотобола в окопах специальной военной операции. Там за ленточкой наши ребята, наши командиры, они сейчас сидят, тоже нервничают и ждут результата, когда кто станет победителем. Два друга, оказалось, что один болеет за «Ковровец», а другой болеет за нашу команду «Металлург». Стоит отметить, что спортсмены «Ковровца» вели довольно жесткую игру, порой на грани фола. Это отчасти принесло свои результаты. Два раза им удалось поразить ворота «Металлурга». Итоговый счет – 6-2. С любой командой играть сложно, любого соперника надо уважать. Просто они совершали больше ошибок, и нам удалось реализовать те моменты, которые мы создавали. С каждым годом они растут и оказывают все больше и больше сопротивления. В следующей игре «Металлург» встретится с командой «Кометы» из Станицы Кущевская. Поединок пройдет 12 июля в Краснодарском крае. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok